На портал Экзегет поступил вопрос. Является ли Антихрист проклятым человеком? Способен ли он покаяться и изменить свою судьбу? Ну, чисто любой человек может покаяться и изменить свою судьбу. Даже бесы могут покаяться и изменить свою судьбу, но они не хотят это сделать. Не то, что Бог со своей стороны закрыл им путь к покоению, просто они сделали свой выбор, и они сами не хотят идти к Богу. То же самое Антихрист. Это будет человек, такое как бы воплощение зла, крайне грешный человек. Насколько для человека это возможно. И он сознательно выбрал свою судьбу, он сознательно выбрал зло. И поэтому он не хочет каяться. Кстати, вот у нас есть пример с Иудой, который был среди учеников, среди 12 апостолов, один из них, и он видел и чудеса многочисленные, которые Христос творил, накормление пятью хлебами, там, 7 тысяч, и воскресенье даже мертвых. И он из-за своей любви к греху, к грехам, он Христа пошёл. И на пике вот этих чудес, когда Христос воскресил трёхотенового Лазаря, уже разложившееся тело, в этих условиях это очень быстро происходит, в условиях очень большой жары, которые на Ближнем Востоке, почему он хоронит тот же день, как человек умер. И несмотря на такое удивительное чудо, он Христа пошёл и предал. Поэтому это вот тайна, почему человек выбирает зло. Это тайна. Теоретически рассуждать, так что-то выбирать, так надо добро выбирать. Но если мы посмотрим на себя, как мы грех выбираем, то мы увидим, что, да, к сожалению, любое к греху, оно тоже, человек может присутствовать. Хотя это чувство, вот и любовь к греху, наверное, даже не совсем хорошо говорить, а стремление к греху. И вот человек выбирает грех. И вот в Антихристе будет такой совсем окончательный выбор. Вот это... И можно, конечно, посочувствовать этому человеку, который когда-то это сделает. Потому что, конечно, судьба его будет весьма незавидна и в этом мире и в будущем. Но это его выбор. Поэтому дай Бог, чтобы мы делали с вами правильный выбор в пользу любви, а не греха. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!